И снова здравствуйте! Мы с радостью продолжаем прямые эфиры на Укралайф ТВ, и это завершающая девятая программа «Иновидение», часть вторая. Очень много вы прислали нам вопросов, поэтому пришлось делать две программы. Я хочу напомнить имена наших участников, хотя вы и сами их прекрасно знаете, но тем не менее. Сергей Датюк, Тарас Бебешко, Владимир Никитин, Юрий Чудновский уже с нами на связи. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Медицинский центр «Призма» – наш друг и партнер. В сложный период карантина продолжит прием пациентов, усилив меры защиты. Поэтому, если вас беспокоит зубная боль или головная, или опорно-двигательная система нуждается в помощи доктора, ну или вдруг в какой-то момент вам понадобится дерматолог, милости просим к нашим друзьям и партнерам в медицинский центр «Призма». Я внимательно посчитала, сколько у нас сегодня вопросов. Ну, если так вот по-скорому их все систематизировать, где-то вопросов 18, чтобы вы понимали. Поэтому что, прямо сразу с места в карьер, что ли? Начинаю читать? Да, но мы не ставим задачу ответить на все вопросы. Если мы остановимся, зацепимся на каком-то интересном вопросе, мы пожертвуем другими. Юрий, вы понимаете, о чем вы сейчас говорите? Вы сейчас говорите, что вы готовы пожертвовать зрителями, которые вас смотрят, читают, сопереживают и пишут вам. Не зрителями, а бессмысленными ради смысла. Это сложно, поэтому начинаю. Давайте посмотрим, что это будет. Ну что ж. Итак, первый вопрос. Тимур Калинка. При осмыслении сосуществования, совместного проживания, совладения, самоуправления, как правильно выбрать стратегический пункт в скобках? Наблюдательный, созидательный, оценочный. А вопрос продолжается. Отвечаете или читаю дальше? Ну, дочитайте, и будем отвечать. Рассматривать цивилизацию с уровня всечеловечества, страну с уровня цивилизации, город, общину и сообщество с уровня страны, брак, семью, дружбу с уровня общины. Это вопрос. Или наоборот, начинать с отдельного индивидуума, который создает или, по крайней мере, выбирает для себя, для совместного проживания и деятельности, некую социальную систему, по типу экологической, из других людей, в какой-то общине, в какой-то стране и так далее. Какой договор сложнее? Брачный, условно, или общественный договор, как основание для законодательства страны? Если сложно в одном вопросе, могу потом перечитывать какие-то отдельные составляющие. Здесь я начну. Здесь все перечисления идут через союз или. Или наблюдателем, или участником, или брачный, или общественный, или, 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 или. Но мы специально останавливались на этом союзе и говорили, что для нас или по определенной модальности заменяются союзом «и». Поэтому нельзя замкнуться в любом из ответов, которые предлагает зритель. Конечно же, надо быть и наблюдателем, и понимать, что ты видишь, что с тобой происходит, и что вокруг тебя происходит. Конечно же, надо быть и деятелем. Поскольку просто наблюдение, ну, вещь приятная, но может привести к тому, что за тебя все будут решать, а ты будешь наблюдать, как за тебя все решают. Ну, что, собственно, с нами и происходит. И надо быть основателем и закладывать новые основы, если можешь. И поэтому первая часть моего ответа состоит в том, что союз «и» надо заменить, или надо заменить на союз «и», и быть самому тем челноком, который сшивает вот эти вот все разные ответы. Ну, я, с вашего позволения, еще более сложно отвечу на этот вопрос. Или, как любит говорить Сергей Аркадьевич, по-простому. И это не для всех. И или это не для всех. Важное понимание уместности и соответственности. То есть, если вам уместно и соответственно что-то одно, будьте им. Не обязательно всем быть и вмещать все сразу. Это не путь не для всех. Поэтому к Юриному то, что он говорит «и», «и», как первый шаг продвижения в будущее, я добавлю бы еще одно слово «если». И, если, и. То есть, если вам что-то уместно, если вам в вашей природе, в вашем ценностях, в вашем мировоззрении соответствует что-то одно, будьте этим одни. Если многое, будьте многим. Ну, я бы радикально поставил вопрос в эфлексивном заводе. Из чего вообще происходит позиция этого вопроса? Она происходит из того, что я хочу быть простым. Объявите мне ту позицию, держась за которую я могу сохранить свою простую идентичность и понять вас. Мы же говорим о том, что ситуация, в которой мы оказались, размалывает, разрушает простые идентичности. И что переход или преобразование осуществляют те, кто способен быть сложным, кто способен вмещать и одно, и другое, и третье. И в этом смысле сама позиция вопроса нами усомневается. Вот в этом суть. Кажется, мы опоролись как раз на тот вопрос, на котором стоит задержаться и не проскакивать мимо. Сейчас, Африканович, я просто скажу, что здесь в вопросе очень много интересных поворотов. И стоило бы потом еще сделать то, о чем вы, Люда, говорили, еще и по частям с ним. Это мы и так в общем отвечаем, а еще и по частям надо будет разобрать. Африканович, пожалуйста. В этом вопросе содержится очень укорененное в нас представление о ценности иерархии. Это заложено в культуру и в мышление. И в свое время Дионисий Арифагид установил небесную иерархию и сказал, что на земле отражается небесная иерархия, и нарушение иерархии недопустимо. И действительно, во многих случаях иерархии являются очень важными. Но в смысле того вопроса, что вы задаете, это матрешка. Иерархия, что обязательно один слой должен соответствовать или быть уровнем по отношению к другому, не работает. Иерархия устанавливается в определенных случаях. Вот как говорил Тарас, если это уместно и важно. А здесь каждый из нас может выбраться, с чем он будет соотноситься. Семья будет соотноситься с страной, или человек будет соотноситься с космосом, или с человечеством. И каждый раз это другая связка, другой смысл, другая возможность. И будет страшным упрощением, если мы будем придерживаться постоянно принципа иерархии. Человек – часть семьи, семья – часть общества, общество – часть государства, государство – часть человечества и так далее. Вот это мышление иерархии не должно быть абсолютным. Оно насписано внутрь, нашим воспитанием и нашей культурой, как абсолютное. Я продолжу то, что сейчас говорит Африканыч. Знаете, этот вопрос еще и предполагает некоторую статичность. Как правильно установить статические отношения, кто во что вкладывается? В то время, как мы живые люди, у нас многое меняется. И в какой-то день для меня весь мир – это моя семья. И этим замкнут весь мир и продиктованы любые действия. В другой момент я человек человечества. И это другой поворот. И для меня человечество становится… И я меняюсь, и мы меняемся. И это надо обсуждать, что вот те развлечения, которые автор вопроса вводит, нельзя из них сложить раз и навсегда правильную картинку. Юр, ты кроме уместности говоришь еще о своевременности. О динамичности и процессуальности. И это каждый раз будет другая конструкция, каждый раз требующая собственных усилий, чтобы по-новому собрать этот кубик Рубика. Это такой кубик Рубика, который собирается каждый раз сообразно времени и сообразно месту. Так что мы идем дальше или еще? Дальше. Дальше, да, идем? Хорошо. Тут вот достаточно простой вопрос от зрителя под псевдонимом, наверное, Волпинист. Не знаю, что он имеет в виду. Но суть вопроса такова. Який был сенс данной передачи? Яким мы выяснили философские чи інши выясновки? Мне это напоминает старый, по-моему, даосский анекдот. Когда маленькая рыба подплывает к большой старой рыбе и спрашивает, а что такое океан? Старая большая рыба говорит «вот». Хорошо. Ответ принят. Продолжаем. Ну, в этом есть продолжение, Юр, ты его не закончил. Ну, мне сейчас было достаточно этого. Маленькая рыбка махнула хвостом и сказала, ну что ж, ответа нет, пойду искать дальше. Хорошо. Ответа нет, все принято, идем дальше. Следующий зритель Юрий. Четыре вопроса и на целых четыре параграфа, четыре абзаца. Что делаем? Сразу все зачитываем или как? Ну, давайте, а то не запомнишь все. Да, я тоже так думаю. Ну, давайте начнем с первого. Итак, вопрос от Юры. Произведения изменений в невидимом, насколько я понял, будут вести к разрыву понимания и отторжению с теми, у кого такого изменения не произошло. Правильно ли я понимаю, что одним из выходов будет проводить изменения в невидимом с имитацией повседневного видимого, пока не будет достигнут определенный предел закрепленности изменений? Ну, давайте. Я думаю, что неправильно или, скажем так, неадекватно говорить об изменениях в невидимом. Мы можем прорываться туда и, как говорит Тарас, пытаться навести там навигацию, уж замахиваться на изменения там, я бы поостерегся. Но изнутри этой навигации, каким-то образом пытаясь запечатлеть те различия сущностного уровня, мы можем, конечно же, привносить их в видимое. Но будет ли это войной, вопрос спорный, поскольку война может случиться до нас. Или, как правило, перед такими большими преобразованиями разрушение мира происходит без участия в невидимом. Невидимое просто строит новый мир. Ну, грубо говоря, мировой кризис, возможные военные столкновения, пандемия, опасности экологического характера. Все это сделано до нас и без нас. Из невидимого, если очень повезет, мы можем втащить только некоторое новое представление, новый порядок, более сложный. Вот в этом и как бы он по отношению к старым, возможно, будет радикален. Но будет принят как неизбежный, поскольку другого порядка может не остаться. Я еще включусь. Сейчас очень много говорится о глобальном кризисе. Но само исходное понятие кризиса – это суд. Суд невидимый. Суд, в котором мы то ли осознаем, что с нами происходит, то ли не осознаем. В этом смысле пока еще кризиса не было. Есть неприятности нарастающие. Но осмысление неприятностей, как суда, как точки, в которой мы можем кардинально изменить свое направление движения, этого пока не состоялось. Хотя об этом сейчас начинает все больше и больше говориться. Но у нас, мой товарищ подарил мне гораздо раньше пандемии, стишок. Я его сейчас попробую переинтерпретировать в приличной форме. Такого кризиса еще не видел свет. Конец уж близится, а кризиса все нет. Кризис, как осмысление того, что происходит, не состоялся. И в этом смысле кризис невидим. Но если мы в этом осмыслении поймем, что на самом деле происходит и что с этим делать, то мы выйдем из кризиса победителями. Приговор суда будет положительным. Если мы кризис прохлопаем ушами, то приговор будет смертный. Ну или, по крайней мере, с большими неприятностями. Если продолжить метафору суда, то суд, если возьмете основополагающие древние толкования или изображения, это взвешивание. Например, взвешивание там Азирисом в царстве мертвых твоей души и твоих дел. Это каждый раз выяснение отношения там, мера добра и зла, мера там чего-то еще. Невидимое дает нам меру для того, чтобы осмыслить, что с нами произошло, и выявить тот кризис, про который говорит Юра. А сможем мы эту меру увидеть или нет, вот это и есть прорыв. В осмыслении, в мысли и так далее. Продолжаем. Следующий. Второй вопрос от Юры. В моем понимании скорость таких изменений определяется десятками лет в обычной ситуации. В ситуации кризиса, ну я думаю, что, возможно, вы уже ответили на него, да? В ситуации кризиса все процессы ускоряются. Но как произвести контролируемые изменения в таком большом масштабе, или же нужно задать вектор и по нему двигаться, пусть даже в хаотическом движении? Ну, тут, во-первых, надо сказать, что концепция кризиса в отношениях, в социальных системах, она... В чем ее смысл? Смысл в том, что мы допускаем ошибки в своих интерпретациях, своих выстраиваний, своих отношений. И кризис, по сути, это проявление неумерных, вот отсылаясь к тому, что говорил Африканыч по поводу меры и суда Осириса, неумерных отношений, негармоничных, неладных отношений, которые мы выстраиваем. То есть кризис — это человеческое, исключительно человеческое в смысле человека. Когда мы говорим и подключаем сюда вопросы видимого и невидимого, принципиальных кризисов нет. Есть человеческие ошибки в понимании процесса и течений, которые происходят в видимом и в невидимом. И вот здесь тогда встает вопрос, выстраиваем ли мы систему и отношения свои на понимание единоправильного, априорно понимая, что единоправильного нету, и что с течением времени, с течением, с изменением обстоятельств это будет изменено. Или мы выстраиваем свои отношения, понимая, что существует уместность, как ты сказал, своевременность. И соразмерность. И соразмерность. И, соответственно, выстраивая наши отношения в динамическом порядке, а не в статическом, о чем говорил Юра раньше. То есть здесь не стоит вопрос... Кризис – это необязательное явление. Это вариант интерпретации нашего непонимания и наших ошибок. И о том, о чем мы говорим в дальнейшем, и о динамике, которую мы хотели бы видеть во всей человечестве, это построение динамических, уместных и своевременных отношений. И тогда кризис – это вообще не вопрос. Но тут надо противопоставить понимание самого вопроса. Поскольку контролю и влияние противопоставляется вектор. Но специально не оговаривается в вопросе, что такое этот вектор. То есть что можно противопоставить контролю и влияние, которые захватили, условно говоря, государства, мировые корпорации, государственные структуры и так далее, и так далее. Что можно противопоставить? Что это за вектор? Как он появляется, кто его удерживает? Этот вектор весьма прост в понимании. Это вера и воля. Вера в то, что некоторым усилием мыслительного, трансцендентного порядка, применяя волю, длинную волю, вы можете что-то изменить. Вот это и есть этот вектор. Ну тут есть еще один аспект. В вопросе как бы содержится посыл, что с изменениями связано управление, или управление организует изменения. А тут надо еще понять, подлинные изменения происходят за счет управления или за счет образования. У нас недаром образование подчиняется управлению и власти, потому что на самом деле оно является тем, что определяет и закрепляет изменения. Подождите, подождите, еще хочу добавить. Там автор кризису относится к объективному явлению и еще и встраивает его в линейное, более быстрое или более медленное время. Но то понимание, которое мы сейчас предлагаем, вообще не имеет никакого отношения ко времени. В невидимом, а именно там происходит этот самый суд, в мышлении, в образовании, в поисках иных решений нет времени. И более того, автор предполагает, что на смену одному устаревшему плохому порядку придет один новый хороший. И это абсолютно неочевидное решение. На смену одному старому устаревшему порядку в невидимом может быть приложен целый спектр возможностей и разных путей, по которым будет двигаться разные части человечества, создавая новые и новые возможности. То есть если была линия одна, то она потом взрывается как фейерверк на многие разные линии возможностей. И это совершенно другой, на наш взгляд, гораздо более продуктивный выход, чем из одной клетки, из одного насилия, перелезть в другое насилие. Скажем проще, умножение экзистенций приведет к умножению транзистенций. О, вот теперь все понятно. Я скажу еще по-простому. Если раньше была возможность создать иллюзию чего-то стабильного и хорошего, поскольку условия, в которых человек жил, были более-менее стабильными, я имею в виду экологические, климатические и так далее, то сейчас мы вступили, в том числе и благодаря антропогенной деятельности, мы вступили в период непредсказуемости и изменений в природе. Стоп, стоп, стоп. Нарративная непредсказуемость. Потому что ее все еще можно смоделировать, все еще можно построить. Но уже... Архитектуру сложную. Эти модели уже сбоят. А все время говорят, мы моделировали, что это будет в 46-м году, а вот в 32-м уже другая модель показывает, нас накроет. То есть эти модели эстетических превратились в динамические. И по большому счету, мы с определенной долей вероятности можем говорить, что те или иные модели будут работать... Значит, нужны более сложные модели. Еще более сложные. Это один путь. Но мы должны приучиться жить в условиях, когда они меняются и меняются непредсказуемым. И вот это вот самое главное. И в первую очередь условия нашей жизни на Земле. Воздух, вода, климат. И никто не знает. Ну так. Говоря словами Борхаса, будущее неизбежно предопределено, но может не состояться. В промежутках нас прижидает, а, Господь, Бог. Но непредсказуемо. Может не состояться. Поехали дальше, потому что-то зависли. Да-да-да, зависли-зависли. Еще куча вопросов. Два вопроса объединю в один. И мне кажется, вы частично на них уже ответили. Для таких изменений нужны авторитеты, которые или своей харизмой, или же различными уловками зададут направление движения для остальных людей. Где взять таких авторитетов в ситуации, когда происходит сегментация, разделение общества? И еще один. Как противостоять усилиям людей, которые неосознанно, а некоторым вполне осознанно работают на поддержание уже удобной и понятной структуры и даже ее усугубления еще больше? Как противостоять против этого и с более слабой позиции? Знаете, я бы совсем коротко на этот вопрос ответил. Вы делаете. А дальше? А кто из нас нет авторитет, там разберемся. Надо делать, надо идти. А кто окажется авторитетом, кто не окажется? Потому что сидеть и строить теоретические модели выведения правильных авторитетов, ну, занятие приятное, но бездеятельное. Малопродуктивное. Малопродуктивное. Хочешь сказать? Скажи. Будь. Хочешь быть авторитетом? Будь. И не надо ждать Мессию. Делай просто. И все. И вообще, мельницы Господа милят медленно, но неумолимо. Спешить не надо. Продолжаем, да? Да. Пропускаем вопрос от Art From, потому что вопрос был о книгах, которые поддерживают мышление. Мы это уже обсуждали. Следующий вопрос Николай Романов. Было озвучено. Мышление и смысл передаются только от учителя к ученику. Может ли учителя заменить книга? Если да, или хотя бы частично, то снова будьте добыли предоставить топ-книг, так как нейронная сеть Гугла не может дать адекватный ответ на данный вопрос. Давайте, наверное, книги вынесем за скобки, если можно. А вот вопрос о передаче смыслов от учителя к ученику. Вот, наверное, так. Африканыч, ну я... Ученик это реальная фигура. Учитель фигура виртуальная. В каком смысле? Учитель, он не учит. Учит преподаватель. Учитель открывает дверь в твое возможное будущее. Он дает тебе возможность увидеть себя и мир вокруг. Поэтому учителем может выступить кто угодно и как угодно, если ты готов быть учеником. В чем смысл было утверждение, что передается от учителя к ученику? Кто-то эту функцию учителя должен выполнить. Но человек так устроен, что он вот предыдущий вопрос про авторитеты. Он ищет того, кто ему откроет дверь. Ему нужно довериться, что дверь будет открыта правильно, что кто-то откроет дверь. Но на самом деле важно стать учеником. Стал учеником учителя сможешь обрести. не останешь, хоть вокруг тебя будут гении, и ничему от них не научишься. В смысле не станешь собой. я здесь добавлю, потому что говорит Афеканыч, что значит стать учеником. Мы в своей деятельности огромное внимание уделяем вопрошанию. Удивлению и вопрошанию. Если ты задаешь себе и миру вопросы, на которые у тебя даже не может нету, может не быть сейчас ответов, то ты стал на путь ученичества. Вопросы это самое главное. Вопросы к себе, вопросы к миру. Не к учителю. Вопросы, которые тебе жить спокойно не дают. Вопрошание это вообще основа ученичества. В этом стоит. Серьезно, это самый главный вопрос. И я тут просто поясню. Флоренский, великий философ и ученый, его воспоминаниях, которые он написал детям, говорит о том, что в восьмилетнем возрасте он страшно был удивлен пузырьками, пеной и игрой света в воде. Его отец был инженер, очень классный и подготовленный. Ему отец все рассказал про оптику, игру света и так далее. Но он все равно не удовлетворился. И потом эта идея пузырьков, пустот и так далее, стала основой его философии. Ему все объяснили, но он не поверил. В этом смысле путь это ученичество. И если ты встаешь на этот путь, говорит Юра вопрошением, то ты можешь оказываться в разных ситуациях этого ученичества. Ты можешь отправиться в пустыню, оказаться в четырех стенах карантина, попасть в ситуацию обездвижения в результате травмы или как угодно. И ты сможешь учиться, потому что ты научаешься задавать вопросы, прежде всего самому себе. Иначе ты можешь обнаружить учителей в каких-то силах, в каких-то вещах, в каких-то процессах. Это не обязательно книги. Это могут оказаться вообще неодушевленные вещи, животные, да что угодно. Вот все больше мне тягостным оказывается учения и школы. Мне кажется, что они призваны институализировать, закрепить некоторые знания. И мне кажется, что это уже не путь. Это уже попытка закрепить некоторые маршруты с тем, чтобы дать возможность по ним ходить, но лишить тебя свободы вот этого ученичества. В этом смысле я бы к тому, что говорит Владимир Фиканович добавил еще вот эту важную вещь свобода ученичества. Потому что если вы вдруг захотите попытаться обучаться, то вот пожалуйста, вот гуру, вот коучеры, вот тренинги, вот дипломированные учителя, очень авторитетные, у вас много чего есть. У вас нет только одно, у вас нет свободы пути, у вас нет свободы ученичества. А если вы видите, что это еще включено в масс-медиа, в существующие политики, в существующие рынки, можете быть уверены, вот там точно ученичества нет. В этом смысле ученичество должно быть свободным. И требует это есть подготовка жизни социума. Вас там готовят к месту в существующей системе. И это все на это идут, потому что без этого места не будет ни успеха, ни денег. Двигаемся дальше, да? Следующий вопрос от нашего зрителя под псевдонимом Х79 Киншин. Вот тут есть простой вопрос и причины вопроса потом очень долго объясняются. Если вопрос будет понятен, причины читать не буду. Итак, вопрос. Как правильно методологически решать нерешаемые в обычном понимании проблемы? Давайте я попытаюсь. Да быть свободным и все, как говорил, ответил на этот вопрос Сережа до этого. Быть свободным. С точки зрения методологии и этот вопрос возник в 2009 году с методологами у меня, я им пытался объяснить, что вопреки тому, что Георгий Петрович Щедровицкий утверждал, что методология может все, существует проблема в математике, которая формулируется то, так, равен ли класс задач П классу задач НП? Что это значит? Есть задачи методологизируемые. Это значит, что вы в зависимости от длины многочлена способны, или полинома, способны решить их за полиномиальное время. Ну, то есть, многочлен состоит из трех частей, на решение первой части вам нужно там Х, на решение трех частей 3Х, все понятно. У вас понятное время, это задача методологизируемая. Но есть класс неметодологизируемых задач. Это так называемый класс НП. Это, например, нахождение простых чисел. Но неметодологизируется эта задача. А это значит, что у вас есть задачи, которые методологией, нерешаемые. Там думать надо. Продолжаем? Следующий вопрос от Ольги Петрикиной. Здесь вопрос ответили. Очень просто. Следующий вопрос от Ольги Петрикиной. Украинское государство находится в процессе демонтажа. К тому мы наблюдаем много свидетельств. Разрушение системы здравоохранения, образования, органы правопорядка не выполняют свои функции по защите граждан. Вскоре времени добавится продажа земли. В связи с этим вопрос, что в данной ситуации делать рядовому гражданину покидать страну? Чего ожидать в дальнейшем? Каков ваш прогноз на ближайшие 10-15 лет в масштабах Украины? Ну, наверное, я... Смотрите, демонтаж предполагает, что это сознательное действие. Если это сознательное действие, где находится источник, точно не внутри Украины. Да, демонтаж производится, но демонтаж производится не изнутри. Как бы было хорошо если бы это мы демонтировали собственное государство, собственный институт? Но, к сожалению, это не мы. В этом смысле кризис, который я хотел ввергнуть нас, это не проблемы и не катастрофа, которые у нас возникли. Потому что кризис это сознательное понимание неадекватности нашей деятельности тем проблемам или вызовам, которые перед нами стоят. мы не вошли в кризис до сих пор. То есть свободу у нас забрали, по домам нас разогнали, последствия экономической депрессии нас окунут, а кризиса нету. В этом смысле мы не способны принять на себя кризис. Что кризис это осознание некоторых фундаментальных неадекватностей, фундаментального непонимания. И после этого, если у тебя хватает сил, ты не в страхе, не в истории, у тебя появляется воля преодолеть. Если воли преодолеть это нет, то куда бы ты не поехал, куда бы ты не побежал, ты не убежишь от этих проблем и от этой катастрофы, потому что у тебя нет понимания неадекватности происходящей, и у тебя нет воли преодоления. Ты будешь только объектом этой стихии, ты будешь в страхе дрожать в своей конуре, пока не помрешь. Вот такова ситуация. Ну, я бы сказал, что благодарение Богу за коронавирус, который безнадежную ситуацию демонтажа Украины растянул на весь мир и придется теперь всему миру думать, что с собой делать. В этом смысле Украина не стала Можно под вопрос, можно под вопрос, вы сейчас что вот имели в виду, когда сказали такой, Юрий? Можно еще раз эту же мысль сформулировать? Кризис дал пинок всему человечеству, кризис опять, да, коронавирус, задуматься о том, что происходит, задуматься о той организации, в которой мы до сих пор жили, и которая казалась незыблемой и даже необсуждаемой. И в этой организации у Украины было одно место страдательное, ресурсная база для других больших игроков. Сейчас в условиях, когда всем придется задуматься об общем устройстве, у Украины в очередной раз Господь дарует нам шанс найти свое место в новом миропорядке. Это шанс. Мы много шансов утратили. Много упустили. сразу слова не возникло. Нам в очередной раз дают шанс найти свое место, достойное место в новом миропорядке. И поэтому огромное спасибо коронавирусу, который подарил нам новый шанс. А можем умереть, не приходя в сознание. Оптимистично добавил Сергей. Свободная воля. Ну что, продолжаем. Следующий зритель Виктор Лишенко. Запитание до Володимира Никитина. Чи не вважаете ви, що свідомість людей має такі ж циклічні періоди, як і матерія, тіло, зокрема народження, розвиток, деградація, старіння та смерть? У нашу завершальну епоху Калі-Юги свідомість більшості людей знаходимося у стадії деградації. І ви, філософи, священники, еліта, не маєте можливості глобально впливати на ці процеси. Адже проявлений та непроявлений світ це не ваш задум, а задум Всевишнього, Бога Абсолюта. Погоджую з вами, що технічний прогрес це не підняття рівня свідомості суспільства, а скоріше компенсація за деградацію. При високому рівні свідомості люди спілкувалися телепатично, а нині використовують цифрові технології за питання все щодо циклічності свідомості суспільства в різні епохи. Ні, не вважаю. Я думаю, що я знаю людей, які вже близкі к столетію, і у которых совершенно ясне осознання. Для мене образцом був такий великий поэт, як Чеслов Милош, який лучший стихи написав в 90 лет, лауреат Нобелевській фремії. Лауреатом осталось в 70. Или Леви Стросс, я слышал блестящую лекцію, когда ему был 101 год. Поэтому это не угасание сознания, это все-таки угасание наших телесных возможностей взаимодействовать с сознанием. Поэтому я не вижу здесь циклов. В телесности в жизни циклы есть, а у сознания и мышления циклов нет. Я бы добавил, потому что мой покойный учитель Владимир Раменец, автор книги «Жизненный путь личности», он утверждал, что эти циклы могут быть социально навязаны. То есть это не просто индивидуальная телесность. Еще и в социуме может быть закреплено, что с такого-то по такое ты воспитываешься, с такое-то время по такое ты учишься, потом ты действуешь, потом ты заботишься о семье. Это социально задано. Эти траектории социально прописаны. тебя в них загоняют. Если женщина не рожает до 30, то ей все вокруг ходят и говорят, что ты не родила, где твой мужчина, покажи, где твоя семья. И она вынуждена смотреть по сторонам и как-то с этим иметь дело, потому что ей все в уши вдувают, давай, давай, рожай. Если ты не родишь, все, ты изгой. И вот эта социальность, она вынуждает вас иметь эти циклы, но подлинная личность может выпрыгивать за эти социально установленные циклы. Это то, о чем говорит Владимир Фриканович. И вот эта способность выпрыгнуть за социальные циклы и представляет собой подлинную свободную личность. Это то, что называется психический суверенитет. Подлинная независимость. Социальным нормам я уже подлежу опеки по своему возрасту. То есть по мнению социума я уже не самостоятельный меня опекать. Я как-то еще не хочу этого. Ну что ж, тогда продолжаем. Следующий вопрос меня несколько ставит в неведение, потому что тут есть один термин, который написан на английском языке, и есть странное слово, которое я, честно говоря, не знаю. Но может быть вы мне поможете. Итак, вопрос от Ярослава покатило. Если триггером новых темных веков выступает технология, то почему нельзя предположить, что она и станет точкой выхода из них? Изобретение синих светодиодов позволило ворваться в нашу жизнь такому понятию, как смартфон со всеми вытекающими. И если любая технология потенциально имеет возможность стать и вот это то, что я не понимаю, не знаю такого слова. Game. Дальше третье слово weapon. А вот посредине странное слово C PA Spangin. Но это не S, а я не знаю C. Вот английское C. А дальше Spangin. Spangin. Скорее changing имело что это скрипит. А, game changing weapon. Наверное, да. Game changing weapon. То есть оружие, меняющее игру. Ну так, наверное, да? То смеем ли мы делать такие далеко идущие прогнозы? Вторая, второй тезис. Падение в темные века было не от хорошей жизни и не от варваров, как принято считать, а из-за того, что старые модели производства перестали работать, и человеку было куда выгоднее стать крестьянином, чем ювелиром. То есть это подобный регресс был способом выжить. Если сегодняшние процессы тоже являются стремлением социума выжить, то смеем ли мы обвинять его за подобный регресс? Не обвинять его, никого не во-вторых, мы только говорим о том, что технологии инструмент, а инструмент в разных руках и с разными намерениями производит разное. Ну, и про темные века там не было одной причины производства, варвары, там был целый комплекс, но главное, что империя в итоге привела к упрощению и мышления, и отношений. И этим она закончена. Ну, смотрите, я вижу в этом вопросе еще такое, как бы, антологизацию технологий как таковую. Аници и Манли только Северин боэцей, который переживал все это очень зримо и видел, как утрачивается технологии, видел, как утрачивается знание. Вместе с Касси Адором, который продолжил после его заточения в тюреме и смерти, пытались зафиксировать это на уровне книг, технологии, знания, но он понимал, что прежде всего произошли две вещи воэцей понимал. Первое, утрата мышления и второе, эмоциональное выгорание или выгорание пассионарности. Вот две эти вещи погрузили мир в темные века. А Боэцей и Кассиадор вместе с постоянных пудрами Алариха и Теодориха, ну в общем с их тогдашним королем, помню, все-таки Аларих, они пытались удержать это с тем, чтобы когда каким-то образом рьется мышление, а оно вернулось внутри средневековых войн, каким-то образом, когда прекратится пассионарное выгорание, а оно вернулось внутри этих средневековых войн, вернуть, он пишет книгу «Утешение философии», у которой указывает путь, что только сохраняя эту установку на мудрость, то есть только практикуя мышление, мы можем опять вернуться, условно говоря, понимающий или осознающий из себя мир. И вот мне представляется, это принципиально важно, то, что не технология лежит в основании, а удержание практикования мышлений и сохранение пассионарности, то есть воли и веры. Вот эти важные вещи, мне кажется. Сейчас еще, Тарас. Тут есть один важный момент. Мы говорим о том, и вопрос ставится с позиции экономики как базисы развития. Это с одной стороны. Другую крайность предложил сейчас Сережа, когда говорил о мышлении как такового. Мышление никуда не девается. Вопрос в том, есть ли место в социуме. И в так называемые темные века мы знаем, это для Европы они были темными веками. в то же самое время в арабском мире в целом мире никуда не деваются. Никуда в целом мире мышление не девается. И оно будет, было, есть и будет. Вопрос в том, что социум выдавливает из себя мышление. Социум начинает бояться мышление, как проявление чего-то иного, нарушающего устоявшиеся привычные нормы и порядки. Вот в этом-то как раз проблема, а не в том, что мышление куда-то девается, или в том, что меняется экономическая схема производства экономической базы. Но теперь-то оно девается повсеместно. Да. Вот я хочу вспомнить пример. На первом съезде СССР при Горбачеве академик Лихачев выступая произнес такую яркую речь. Смысл речи в том, мы можем потерять многое, но если мы будем терять библиотеки и умение читать, а это происходит, нашей стороны Советского Союза скоро не будет. И он оказался прав. Ну, тут нельзя сказать хорошо это или плохо, или просто вовремя сказал. Нет, там много чего потерялось, в том числе в библиотеке. В библиотеке, кстати, не потерялись. Чтение теряется и теряется. А чтение тогда как раз не потерялось, оно еще сохранялось. Оно взорвалось и было очень активным. А чтение сейчас теряется. Чтение добивает уже последствия. Подождите, Дарья Донцова это тоже чтение. Нет, тиражи, аргументы и факты выросли. Чтение считали как заведенные. Поехали. Ну что, продолжаем. У нас остался последний очень интересный вопрос. В чем смысл раскручивания темы полета на Марс и основания там колонии? Это экономический пиар или решение части элит основать свой элезиум с каким-то своим смыслом и целем? давайте я начну. Что думает себе Маск на этот счет? Доподлинно неизвестно. Но сама постановка вопроса о ином месте жительства кроме земли может иметь по крайней мере две развилки. Первое. Мы используем включаем в свою хозяйственную деятельность дополнительные ресурсы. Это одна. А вторая возможность попытаться с чистого листа построить иные отношения общежития. Бессмысленно на Марсе пытаться воспроизвести способы земного общежития. Навряд ли в этом комплексе в этой колонии будет разделение на страны города нации и еще что-нибудь. И придется изобретать другой способ жизни. По каютам. И если сильно повезет и если будут умные участники этого проекта то земля сможет увидеть свое такое антизеркало свой антипод это может показать как иначе можно жить чем так как мы живем хотя сейчас уже понятно что живем мы неправильно вот это способ увидеть себя через то что сделать иначе ну тут можно добавить секундочку я продолжу эту линию мы писали об этом уже давно что нужно преодолеть концепцию глобализации но преодолеть концепцию глобализацию изнутри очень трудно потому что она объемлющая а вот выход за пределы ее действия за пределы глобального мира позволяет увидеть мир в космическом измерении где глобализация является одним из вариантов и увидеть другие варианты того как может развиваться и земля дальше не только другой образец жизни мы несколько раз играли в такую игру как школа на Марсе и обнаружили за счет этой игры ну очень простой подход а что нужно детям изучать на Марсе нужно ли изучать земную историю географию и так далее или что-то другое и обнаружили что разительно отличается представлением о том что важно для человека если ты находишься на земле или находишься на Марсе ну и можно расширить этот вопрос показав что Марс это чисто формальный способ построить иное пространство для того чтобы его освоить мышлением и прахом есть кроме Марса другие не менее масштабные хотя может не столь очевидные способы заглянуть в иную ну например цифровизация виртуализация как отдельный мир где тоже все будет иначе и по иному связанная с ними роботизация как принципиально иная цивилизация роботов которые со временем потребуют своих прав будут претендовать на то что у них есть эмоции мышление права и так далее и так далее и тоже прокладываемые тропинки через теории струны и тому подобное выход во внемирность темная материя темная энергия и иные измерения это все примеры иных пространств которые устроены иначе которым существующее мышление неприменимо прямо в лоб Марс это лишь такой формальный способ представить для нас это но это лишь один из способ спасибо вам огромное я теперь да да это все мы вот сейчас проговорили мы молодцы вернее вы молодцы скажите пожалуйста вот я так понимаю что мы будем анонсировать наверное следующий цитков мы готовы его еще раз анонсировать да да мы готовы а можно перед тем как вы будете анонсировать у меня вот прям предложение в прямом эфире вот сейчас такая сложная ситуация очень многие люди думают как мы будем жить после этого кризиса и вы уже стали говорить о том что если мы вот прохлопаем кризис то результат будет смертельным цитирую сейчас Юрия да может быть мы все-таки отложим введение следующего цикла и просто посвятим одну программу вот такой теме как Украина может воспользоваться кризисом что вы по этому поводу думаете если откажетесь я просто сразу анонсирую нет а можно мы поменяем тему но меня не интересует как Украина меня интересует как мир вообще будет давать и Украина в том числе я бы про Украину тоже поговорил поскольку у нас есть ну понимаете сейчас как-то становится уже дурным тоном и вообще неприличным в нормальном обществе давать советы действующей власти этим заниматься где это где это считается дурным тоном хороший совет лучше я не знаю что там это считается не дурным тоном эта тема токсична то есть ты попал туда и однозначно как бы получил кучу агрессии и неприятия так что вы отказываетесь или нет я хочу понять нет мы хотим построить это в правильной психологической атмосфере то есть давайте пробовать а что из этого получится неизвестно ну отлично это же это же наш формат мы же всегда пробуем и потом обязательно что-то хорошее получается ну с вашей помощью спасибо огромное ну что тогда не анонсируем тогда анонсируем следующую программу правда ведь каким будет как воспользоваться как воспользоваться кризисом кризисом вот вот так будет называться наша следующая программа ну что ж я тогда с радостью анонсирую это не цикл не цикл это отдельная специальная программа отдельная специальная программа и пожалуйста дорогие наши зрители ваши вопросы тоже будут очень welcome присылайте мы с вниманием с большим вниманием будем их отслеживать спасибо вам огромное наши дорогие участники сегодняшней программы мы как-то так неожиданно закончили наш цикл и наведение будем скучать немножко о нем ну а кто будет неожиданно мы последний это самый выпуск в две части затянули очень нежно на окончании нет но имеется ввиду что не в студии не вместе не сейчас кофе вот и спасибо вам наши дорогие зрители оставайтесь с нами это был Укрлайф ТВ и конечно программа и наведение встретимся в следующую среду